итак работаем с парнем это видео оно вам не даст все ответы но реальное задание я дам парню вам можно посмотреть сам процесс просто при работе с языком программирования очень много вещей которые влияют на результат в данном случае наша цель это написание своего собственного кода на на основе исходного кода для этого нам надо решить еще массу вопросов которые мы решаем для примера если мы например возьмем самую часто используемую используемую функцию джанга get object or 404 и посмотрим ее в исходном коде в данном коде есть одна строка не буду указывать потому что данный парень должен к этому прийти еще как мы будем писать собственный код то есть исходный код полностью понятно что пишется документация на основе исходного кода и сами примеры исходя из каких-то законов программирования теперь давайте смотреть вот в данном случае прекрасно пройдены функции а вот тут дальше пошли про буксовки это нормально итак для того чтобы нам добраться до принятия решений на основе функции или классов или методов с классами да это совершенно не имеет значения так как раскрывается все только в классах и потом будет справедливо многое что касаемо методов и для функций итак я поставил три вопроса которые мы потом будем разбивать на каждый из них большая тема объект первого класса что такое объект из чего надо начать изучение классов в результате данный ученик он очень старательный очень щепетильный но всему надо время да так сначала смотрим задание объект первого класса что отсюда видно вот в чем в данном случае это просто сейчас литературное изложение без понимания этого я ожидал это нормально то есть мы пока не будем видеть как виде перед собой например объект первого класса какой код писать нам вывод не сделаем оставляем да дальше что такое объект а дальше уже поплыли элемент языка программира обладающий методами и свойствами также типом принадлежность к определенному классу вот это вот фраза она имеет нечто общее и с одной стороны правильное методы и свойства определяют его типом и классом то есть видно запутанность да опять запутанность и и третий вопрос чего нужно изучить начать изучение классов для того чтобы начать изучение классов правильно надо ориентироваться только на документацию там есть ответ для этого надо поставить вопрос правильно на что мы понимаем под этим и дальше пошло то тоже что не имеет ничего общего с началом изучения классов что в данном случае надо делать то есть смотрите в данном случае нет возможности пока писать да почему потому что у нас нет предыдущих ответов основных поэтому данном случае надо разбить каждую пункт то есть объекты первого класса объект что такое чего нужно изучить начать изучать классы на несколько разделов потому что они все большие и вот берем сначала что такое объект то есть основная задача что для нас объект должен быть перестать быть просто фразы да объект должен быть то что мы будем подразумевать то есть произнося когда слова объект мы что-то подразумеваем конкретные этих конкретных понятия всего два приблизительный был ответ но он уточнил дальше сейчас посмотрим вот я дал структуру данном примере есть некий список да неважно объект тип как проверить кодиках проверить исключение что такое тип зачем он нужен вот это определяет что мы должны подразумевать в объект и второе на что не было ответа то есть данном случае надо ответить как проверить коде как проверить исключение что определяет зачем он она нужно и дал подсказ вот такой ответ должен быть полностью да объект поэтому является все объекты должны быть определить следующей составляющей индификатора объекта адрес памяти который занимает вот правильно да но получается неприменимо в практике то есть абсолютно верно да дал подсказку почитал и в данный момент картина какая то есть ну представьте мы чиним ну например там не машину велосипед нам надо прикрутить заднее колесо и нам закрутить две гайки то есть вот какие наши могут быть рассуждения но они будут неверными возьму я гайку которая лежит 15 сантиметров от порога гайка на 19 возьму и подниму ее на высоту над землей 30 сантиметров правой рукой захвачу двумя пальцами иными словами так мы не делаем в жизни согласитесь в чем здесь загвоздка почему в данном случае воспринимается буквально то есть нам как программистам надо то чем думать возьму гайку закручу возьму ключ да а где находится ключ мы как правило в жизни не говорим мы же не проговорим возьму-ка я ключ вон лежит ящик ключей до 3 значит место там написано 19 мм я захвачу ключ двумя пальцами поднесу руку руку параллельно то есть понятно что так ничего не получится поэтому в данном случае задание выполнено уже неплохо да но мы не приблизились конкретным вещам то есть нам надо в остатки что чем оперировать вот у нас есть объект и мы произнесся слова объект должны оперировать то есть на выходе должно получиться что подразумевать только две вещи на данном случае что надо делать таких ситуациях я всегда даю возможность познакомиться с определенным разделом c++ указателями чтобы поставить здесь точку то есть адрес памяти это прекрасно но ведь он для чего-то нужен он не является основным он является местом хранения тем же не местом даже той же ячейкой который лежит сам ключ да а нам надо то ключ нам чтобы закрутить гайку надо взять ключ в результате чтобы закрутить но тем не менее очень старательно и правильно объяснил до на основе документации сравнил но видно что вот это понимание сейчас отсутствует то есть мы будем здесь работать с этими разделами c++ чтобы поставить на место этот вопрос итак ну вот начинается первое уже правильное тип объекта определяет операции которые поддерживают объект вот это единственное что я добивался иными словами ключ который мы берем можно им открутить гайку но ни в коем случае мы его не будем бросать для варки брыща почему потому что это не та операция в борщ бросаются длина для нас для людей в борщ бросаются овощи а не ключи абсолютно та же логика в языке программирования дальше я вижу ответы и все правильно но вот этого то что я хотел увидеть все таки я не вижу поэтому вот это задание оно прекрасно сделано и часть ответа мы получили на сосредоточились на операции что прекрасно но все-таки на для нас сейчас архиважно то что будет в остатке то есть я дам подсказку вот здесь должно быть конкретное слово которое мы будем подразумевать оно но у вас есть точно есть перечитайте оно у вас есть и подумайте пока пока я хочу вот такую вещь показать подсказка такая у нас есть эксэмпл я экс чтоб сократить список который имеет там определенное количество элементов теперь смотрите вы сделали упор на id но дальше мы с этим разберемся я сказал тема большая обратите внимание я определяю эксайди эксэмпл айди для данного элемента это будет экс лист какие мои должны быть действия теперь смотрите укладываем во что ваша логика я сейчас чтобы не писать долго скопирую вы прочитаете итак мы немножко познакомлю сейчас с утон просто пайтон и другие языки пайтон gs гуланг все все подобные поэтому так будет проще понять так c types теперь возьмем некоторую переменную пусть это будет значит смотрите я до конца пока не смотрите на код я потом все объясню вот смотрите объект тип вопрос прозвучит дальше в конце объект тип и так объектом у нас является в данном случае мы подозреваем что находится где-то здесь да поэтому поставляем это объект объект эксайди тип сейчас поясним объект объект обратите внимание выдал сюда сейчас эти моменты узнаем объект выведем давайте сначала просто запустим то есть исключение у нас нет объект объект я не 도 это эта эта объект отсburn соответственно т от Теперь, внимание, вопрос В данном случае мы использовали объект и тип и вопрос Для чего? Что мы хотели получить? Это то, что мы хотели получить И есть вторая составляющая Которая должна быть заполнена здесь Тогда у нас будет все правильно То есть, произнося слово объект Мы подразумеваем две вещи И уже их начинаем продумывать даже в процессе просмотра кода Само это слово я не проговорил Но оно у вас есть Оно затерто Почему? Потому что Если в теме типа То я вижу, что здесь все приходит в норму То второе понятие Что такое объект Оно у вас затерто в тексте Но не выделено особым А это и как раз таки станет большой преградой При изучении классов То есть Да, мы впоследствии определим С чего надо изучать классы Этих вещей Там всего три слова Но неправильное понимание объекта А именно понимание объекта Как обычного слова Нам просто Не даст возможность развиваться На самом деле даже и сейчас Когда вы ответите на этот вопрос По объектам еще не все Нам надо будет разобраться Вот с этой вещью Да То есть Понимать ее правильно Для этого нам придется Немножко познакомиться с C++ Чтобы воспринимать адрес Да Верно Обратите внимание Сейчас не надо забивать голову Но просто Как работает язык Ну вот Мы как раз применяли В данном случае Для нашего понимания Вот этот Вещь Функцию Да Эта функция Аналогична оператору Приведения в C Она возвращает новый экземпляр Типа Который указывает На тот же блок памяти Что и объект Тип должен быть Тип должен быть Тип указателя А объект Должен быть объектом Который может Интерпретировать Как указатель Согласитесь Сложно Сложно Да Это нам нужно Только Для правильного понимания Но на выходе Все просто Я сказал Нам всего Вот эта вещь Она больше Нам нужна Для понимания Но не для оперирования Оперировать Мы будем Только двумя вещами Они очень просты Да Они очень просты И в принципе Нам достаточно Для того Чтобы писать Код Да Но понимать Надо вещи Обязательно Дальше Вот этот момент Для вас Тоже новый Он тоже Нужен Для понимания Но не Для написания Кода По крайней мере В данный момент Вы Не собираетесь Писать API Но я вам Сейчас Кое Что Покажу Смотрите Это Та же вещь Только Уже В Python Как вы видите На ней Все завязано Это нам Тоже нужно Для понимания Для понимания Вот этих Двух Последних Вещей При помощи Которых Мы будем Размышлять Да То есть В остатке Мы оставим Тип И второе Слово Которое Вы сделаете Вывод Да Все остальное Это Для Более Правильного Понимания И глубокого Да Что Это Важные Вещи То есть Объект Это Не просто Слово Что Такое PyObject И Теперь Обратите Внимание Чтобы Вы потом Понимали Почему Мы пойдем В C++ Объяснение Очень Простое Если Я вам Скажу Представить Летающую Тарелку То Вы ее Представите Быстро Почему Потому Что Там Каждый По своему Где он Что-то Видел Что Ну Как-то Ассоциирует То есть Можно Представить А вот То Что касается Адреса Тут Тут Уже Получается Кроме Набора Чисел Больше Ничего Не Можем Представить На самом деле Ключ Режит В C++ В дальнейшем Мы Окунемся Никто Не Говорит Вам Писать На C++ Просто Надо Понять Эти Вещи Потому Что Они Будут Касаться Всех Языков Тем Не Менее Прочитаем Это Тип Тип Который Содержит Информацию Необходимую Пайтон Для Обработки Указателя На Объект Как Объект Ну Как Замудрено Правильно В обычной Сборке Она Содержит Только Версию Объекта Счетчик Ссылок Указатель На Соответствующий Объект Типа На самом деле Ничего Не Объявлено Но Каждый Объект Может Привести К Доступу К Доступу К Доступ К Членам Да Всего Этого Ключевого Является Одно Слово Указатель Так Устроен JS Так Устроен ГО Так Устроены Все Языки Программирования Здесь Все Одинаково Ничего Нового Никто Не Придумал Это Будут Наши Дальнейшие Действия Как Я Сказал Этот Материал Нам Не Нужно Запоминать Ориентироваться На Него Нам Просто Надо Четко Представить Что Так Указатель Чтобы Это Было Так же Легко Представить Как Летающую Тарелку То есть Мы Понимали Зачем Это А Как Сказал Оперировать При Написании Кода Будем Всего Двумя Вещами Все Это По сути Дело У нас Останется От Всего Этого Что У нас Останется Просто Понимание Что Это Это Мы Будем Знать И Все Дальше Все Формулировки Если Мы Не Затрагиваем Работу С API Python То Нам Они 100 Лет Не Нужны Теперь Давайте Отмотаем Назад На Предыщие Ответы Сейчас Уже Порадовали Последний Ответ Да Мы С Вами Что Решили Да Что Объект Первого Класса Мы Пока Оставляем Почему Потому Что По сути Дело Мы Не Знаем Что Такой Объект Поэтому Это Было Больше Проверочное Занятие Для Того Чтобы Понять Что Нам Дальше Делать В данном Случае Без Знаний Которые Сейчас Будут Все Это Бесполезно Опять Получается Определенное Перечисление А Не Как Правильно Выразить То Чем Мы Оперируем В Реальном Дальше Объект Мы Как раз Начали К этому Классу Подходить К этому Вопросу Подходить И Изучение Классов Тоже Пока Бесполезно По Одной Простой Причине Пока Мы Не Разберемся С Объектом То Есть Мы Все Эти Три Вопроса Разделили По Темам И Как Мы Видим Уже С Объектом Нам Придется Добраться Немножко До C++ Чтобы Раз Навсегда Поставить Точку И Эта Точка Будет Поставлена Для Всех Языков Программирования В целом Потому Все Языки Работают Одинаково То Мы Здесь Выходим За рамки За рамки Python А Будут Везде Одинаковые Операции По Разному Будет Писаться Синтекс Но Принцип Будет Один Так Что Сейчас Уже Надо Понять Мы Открываем Исходный Код И В каждой Строке Каждая Строка В ней Есть Объект И Смотря На Объект Мы Уже Подразумеваем То Чем Мы Сейчас Нашим Зданием Занимаемся То Есть На На Самом Деле В данный Момент При Просмотре Конкретного Кода Совершенно Не интересует Айди Почему Потому Что Потому Что Без Этого Просто Ничего Не Будет Работать Мы Просто Знаем Потому Что Отталкиваемся От Утиной Утиного Подхода У нас Он У нас И в жизни Тоже Утиной Например Как я Сказал Когда Мы Хотим Прикрутить Колесо Велосипеда То Мы Предполагаем Что Ключи Мы Уже Принесли Мы Предполагаем Что Ключ На 19 Это Ключ Потому Что Он Выглядит Как Ключ Потому Потому Он Подходит К Нашей Гайке Потому Что Ключ Ключ Он Крутится Значит Это Ключ Значит Это Тот Ключ Нас Интересует Только Сам Ключ Где Он Лежал До Этого Три Минут Секунду Назад Нас Мало Интересует Нас Интересует Просто Закрутить Гайку И Все Взять И Закрутить Сам Результат То Сам Происходит И В Коде То В данном Случае Раз Объект И Два Объект Да И Мы Четко Подразумеваем Что С этим Можно Уже Сделать И Что На Выходе Да Да Поэтому Сейчас Надо Домашнее Задание Уточнить До Конца Именно В таком Формате Если С типом Мы Разобрались Вы Разобрались Да Абсолютно Верно Определяет Операции Которые Поддерживает Объект И Привели Эти Операции Ну Как я Показал Нас Интересует При Рассмотрении Самого Кода Только Две Вещи Которые Нам Для Чтения Кода Для Понимания Всего Остального Да Второе На что Вы Должны Сейчас Ответить Согласно Вот этого Вот Примера Подумайте Еще раз Внимательно Прочтите В этом Разделе Первую Часть Очень Внимательно Постарайтесь Выделить Здесь Свой Ответ Как Смысловой Чем Вы Будете Именно Оперировать И Что Вы С Этого Момента Четко Будете Произнося Слово Объект Что Вы Под Этим Будете Подразумевать И Что Будет Руководить Вашими Дальнейшими Написанием Кода Для этого Надо Очень Конкретные Понятия То есть Говорю Объект А подразумеваю Раз Два Говорю Объект А подразумеваю Раз Два Я надеюсь Понятно Молодец Молодец Писать будешь Это гарантированно Для тех Кто Смотрел Этот Урок Можно Было Посмотреть Сам Процесс Обучения SPB-TL.RU Индивидуальное Обучение Результат Высокий Гарантированно Если Готовы Поработать Как видите Все Происходит В голове У этого Ученика Очень Старательного Успешное Изучение 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 Заключается В двух Вещах В данном Случае Мы изменяем Порядок И подход Если бы Мы Например Взяли И там Начали Читать Учебник Как Построено Большинство Учебников Большинство Курсов То По сути Дело Что было бы А ничего Не было Просто Бы запутались С другой С другой стороны В словах И Понимает Что Человек Который Читает Это Он Уже Это Знает Поэтому Для того Чтобы Писать Реально Писать Нужно Выделять Базовые Вещи И Разбирать Их Досконально Разбирать До уровня Когда я Этим Могу Размышлять Это Очень Простые Вещи Изучение Языка И есть Понимание Простых Вещей Которые На поверхности В процессе Дальше Мы начинаем Увидеть Каждой Строчки И Правильно Понимать И В конце Домашнее Задание Я его Проговаривал Но Еще раз Говорю Здесь Должно Быть Конкретное Слово При Произношении Слова Объект Мы Подразумеваем Первый ответ Мы получили Тип То есть Это Перечень Операции Которые Разрешаются С объектом И Второе Очень Хорошо Показывает Зачем Нам Был Этот Тип Что Мы Хотели В результате Получить Это Будут Две Основные Вещи Которые Будут Скрываться За Словом Объект А Вот Эти Две Вещи Они Являются Смыслами Которые Потом И Переходят В мысли То есть Смотрим На код Подразумеваем Принимаем Решение Все Очень Просто Все Как в жизни Про ключи Я вам рассказывал Все Абсолютно Одинаково В принципе Пока Все Но Кто Хочет Хорошего Уровня Берем И Работаем Спасибо Спасибо